Хламидиоз это достаточно распространенное венерическое инфекционное заболевание, которое чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Что провоцирует развитие этой болезни и что вообще она собой представляет? Хламидиоз это действительно достаточно распространенное заболевание, из болезней передающихся половым путем. И в настоящее время по числу больных оно вышло достаточно заслуженно на первое место. Если раньше больше было больных гонорей, то сейчас больше больных хламидиозом. Хламидиоз заболевание, которое передается практически исключительно половым путем. Контактный бытовой путь. Эти случаи бывают крайне редко в моей практике, а я уже работаю дерматовенерологом не первый год. Я не видел ни одного. Что собой представляет микроорганизм или бактерия хламидиоза? Это внутри клеточный паразит, который имеет собственную ДНК. Малоподвижен, но достаточно агрессивен. Вызывает аутоиммунное расплавление самой клетки и достаточно быстро распространяется не только по мочеполовым путям. Заболеванию подвергается суставная система, глаза. В последнее время упоминают часто о хламидии пневматикус, которая вызывает воспаление легких. То есть вызывает такое заболевание, как пневмония. Этот паразит может влиять на сердечно-сосудистую систему. То есть могут быть прединфарктные состояния. Есть такие данные. Болеют действительно чаще женщины. Женщины болеют процентов на 15-20-25 больше, нежели мужчины. Как правило, это заболевание бывает сочетанным с какими-нибудь другими венерическими проблемами. Скажем, с гонореей, с уреоплазмозами, с трихомонадами. Достаточно стойкий паразит и может выживать в течение нескольких лет при минус 70 градусах. Плохо переносит жару, тепло. Плохо переносит хлорсодержащие, дезинфицирующие средства. А какой инкубационный период у этого заболевания? Классическим примером инкубационного периода является 5-9 дней, иногда 14 и очень редко 30 дней. Очень редко. Вячеслав Васильевич, Вы сказали, что женщины чаще болеют, чем мужчины хламидиозом. А существуют ли какие-то особенности протекания у этой болезни у женщин и мужчин? Существенных таких вот ярких клинических проявлений хламидиоза у мужчин и у женщин нет. Но учитывая особенности анатомического строения мужской, половой системы и женской, они без сомнения существуют. У мужчин клинические проявления более яркие. Скажем, что является первым признаком заболевания? Первым признаком заболевания является выделение. Они могут быть слизистыми, обильными. Могут быть слизисто-гнойными, обильными. Следует помнить о том, что чаще всего, особенно в последнее время, хламидиоз протекает достаточно скрытно. Практически без симптомов. При более скрытых формах выделения скудные. Могут быть несколько дней более-менее видимые. Потом их практически совсем не видно. У женщин проявления менее стерты. Поражается, как правило, уретра. Поражаются наружные половые органы у женщины. При осмотре зеркалом, в силу особенностей строения наружного, самого наружного эпидермального слоя клеток, они более ороговевающие. А в этих клетках хламидии не существует. Они не могут жить. Им нужна полнокровная, настоящая клетка. Тогда они в ней живут. Паразиты питаются за счет энергии этой клетки. Слизистое влагалище будет абсолютно не изменено. При поражении, скажем, шайки матки, вот в этом отделе тогда могут появляться даже гнойные выделения, гнойно-слизистые выделения. В любом случае, кто бы перед врачом ни был, мужчина, женщина, нужно помнить о том, что клиническая картина может быть как достаточно пестрой, так и достаточно скудной. Здесь нужно собрать без сомнения очень грамотно и хорошо анамнез.